Дайджест недвижимости В этом году там же будут сданы еще три дома на улице Зеленина. В них будет 555 квартир, в которые должны переехать полторы тысячи человек. Александр Перескоков также призвал застройщиков не снижать, а наращивать темпы жилищного строительства. За прошлый год численность жителей в Кирове выросла почти на пять тысяч человек, отметил глава администрации. Обеспеченность жильем в городе составила 24 квадратных метра на человека. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Всего за 2016 год было построено более 10 тысяч квартир и введено в эксплуатацию 87 многоквартирных и 65 индивидуальных домов, отмечает Ньюслер.ру. Общая площадь возведенного жилья составила чуть меньше полумиллиона квадратных метров. Дайджест недвижимости Кировской региональной ипотечной корпорации передали участок под застройку напротив филармонии. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте администрации города. Как отмечается в документе, участок предоставляется бесплатно в соответствии с договором о развитии территории в квартале улиц Орловская, Свободы, Ленина, Воровского. Адрес участка Воровского, 13А. Его площадь составляет 1300 квадратных метров. Разрешенный вид использования, размещение и эксплуатация жилого дома уточняется в тексте постановления. Дайджест недвижимости Ипотека в России к 2025 году может подешеветь до европейского уровня ниже 5%. Такой прогноз озвучил накануне заместитель генерального директора агентства ипотечного жилищного кредитования Денис Филиппов. По его словам, снижение ставок будет происходить постепенно с 2020 по 2025 годы. Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительству нужно стремиться выйти на ставку по ипотеке в размере от 6 до 7%. В начале июня ВСЖК заявили, что такая ипотечная ставка достижима в течение двух лет. А ниже 10% она опустится к 2018 году. Напомню, по данным Банка России, в апреле этого года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях достигла минимального значения за последние пять лет. 11,45%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.